Дорогая церковь, друзья, все, кто пришел в это воскресное собрание, сердечно приветствую. Хотел прочитать место, записанное в книге пророка Исаия, 66 глава, первых два стиха. Так говорит Господь, небо престол мой, земля подножия ног моих, где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это садила рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Бог объясняет, говорит свое слово к народу и говорит, вы хотите что-то сделать для меня. Ну что вы можете сделать для меня? Но я презрю только на это. Для меня дороже всего я обращу особое внимание на смиренного сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Детки, давайте немного урок астрономии. Как вы думаете, нашу Землю, если по экватору обойти, сколько времени потребуется? 40 тысяч километров. Посчитайте дома, потом скажете мне, сколько пешком, если идти, не останавливаясь, 5 километров в час, за какое время можно обойти Землю? Земля очень большая. А теперь, как вы думаете, солнышко, вот солнце светит на нас, насколько оно больше Земли? В 3, в 4 раза, в 5? В 30 миллионов раз солнца больше Земли. Вот в одно солнышко может войти 30 миллионов Земли. Вы представляете, какое большое солнце? Я когда узнал, я зауважал солнце. А есть еще ближайшая звезда, она называется Антарес. Она в 60 миллионов раз больше Солнца. А еще далее более звезда с солидным названием Геркулес называется. Она в 320 миллионов раз больше Антареса. И Бог говорит, небо престол мой, что вы можете построить для меня? Все сие садила рука моя. Дорогие друзья, насколько величествен Бог, и что мы можем для Него сделать? А до ближайшей звезды, как вы думаете, сколько времени надо, чтобы долететь? Видите, ученые говорят, до ближайшей звезды 2,5 световых года. Это если лететь со скоростью света. 300 метров в секунду. Раз в секунду. 300 километров, тысяч прошло. Если это перевести в скорость автомобиля, да, это 1 миллиард 80 миллионов километров в час надо мчаться на такой быстрой машине. И за 2,5 года можно только долететь до ближайшей звезды. А Бог в Исаии 40-й голове 12-м стихом говорит, кто может измерить воды горстью и звезды пядью? Вот пять. Вот Бог вот так раз расставил. Здесь звезда, здесь звезда, здесь галактика. Представляете, какие для Него это размеры? Кто такой Бог и кто мы? И Бог говорит, что вы можете сделать для меня? Все сие создала рука моя. Но Бог обращает наше внимание на то, на кого Он презрит. На кого Он обратит особое внимание и что драгоценно в очах Его. Дальше, ниже по тексту, Он говорит о тех людях, которые приносят множество жертв, заколают овнов, овец, в храме жертвоприношения тогда приносили. И Он говорит, вот все, что вы это делаете, для меня не так важно. В наше время христианство достигло очень многих больших успехов и во внешнем, и достижений много. Но тревожит то, что наши достижения зачастую являются только внешними, а потери полностью внутренними. И об этих внутренних потерях Бог хотел сказать народу израильевскому, что для меня важно ваше внутреннее состояние. И хорошо, если мы на это обратим особое внимание, хотелось вместе с вами поразмышлять о величии Бога, о том, что Он сделал и сотворил для нас. Первое, что хотелось отметить, Бог здесь говорит «Я презрю на смиренного и сокрушенного духом». Друзья, смирение, я так записал, это мышление о том, кто такой Бог и кто такой я на самом деле. Это мышление, это внутреннее. Да, оно выражается и во внешнем, но это мое мышление. И к этому путь зачастую очень долгий. Нам проще что-то внешнее изменить, смириться с чем-то или с кем-то. Но осознание, кто такой Бог и кто такой я, это действительно настоящее смирение. Осознание величия Бога помогает нам понимать, производит в нас именно настоящее смирение. Величие Бога производит в нас страх Божий. Понимание, кто Он и какой Он святой. В Исаии 6 главе, 5 стихом мы читаем, когда Исаии Бог дал видение увидеть славу Божию, он записал такие слова. Для меня очень трепетно читать о том, Исаии как пишет, как он увидел. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком. При вознесенном и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, говорили, «Свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались сверхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами». И глаза мои видели царя Господа Саваоф. «Тогда прилетел ко мне серафимов, в руке у него был горящий уголь, который он взял в клещ из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Обратите внимание, Исаия, когда увидел славу Божию, его величие, какая первая реакция? Что он говорил? «Ой, как здорово, как интересно!» Пал на лицо свое и говорит, «Господи, погиб я, я человек с нечистыми устами». Знаете бы, если бы это кто-то сказал, такой посторонний неверующий человек, Исаия, который очень много проповедовал, который призывал к покаянию народ Божий, который слова Господа передавал, и когда он увидел Господа, первое, что он сказал, «Господи, я человек с нечистыми устами, погиб я». Дорогие друзья, когда мы чуть-чуть, только если увидим славу Божию, я думаю, в нас еще больше чувства будут. Кто я? И кто Бог? Зачастую представление о Боге, оно так замывается, и у нас представление появляется какое-то свое. Нет такого осознания, что Бог сейчас и здесь присутствует. И Он такой же славный, Он такой же великий, такой же могущественный, и такой же святой. Еще второй пример – это то, что мы читаем здесь. «Я презрю насокрушенного духом». Если человек осознает величие Божие, как святый велит Бог в своем могуществе, то его недремлющая совесть, она производит большую тяжесть внутри и осуждение. О том, как с детства человек жил и противился Богу, восставал против Бога. И эта тяжесть может быть настолько сильной, что человек может ее… но она становится просто невыносимой. И тут только Евангелие может изменить сердце человека. Изменить настолько, что вместо печали и разочарования он приобретет великую радость, надежду и победу. Но это помогает человеку осознать и быть сокрушенным духом осознание величествия Божия, кто такой Бог и насколько Он святой. Еще один пример из Библии – это Иова, 42 глава. Может быть, помните Иов, когда у него были тяжелые страдания. Друзья его утешали, много говорили. Он Богу много говорил. Призывал Бога на суд, чтобы он отвечал ему. И Бог тоже явился в славе могущества своего. В буре, в ветре показал ему величественность животных, которые еще жили в то время, динозавров, которых никто укоротить не мог. И задал ему 64 вопроса. «Скажи мне, скажи мне». И ни на один из этих вопросов Иов не смог ответить. Хотя у Иова было очень много вопросов. Если мы читаем, вся книга – это вопросы, вопросы, вопросы. И, знаете, читая эти вопросы, думаешь, ну да, действительно, это вопрос. Я бы задавал еще больше вопросов. Но когда Бог ему задал 64 вопроса, посмотрите, что отвечал Иов в Господу, когда он оказался в его присутствии. И отвечал его в Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение ничего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и буду говорить, и что будешь спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Теперь я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот это те переживания, которые прожил Иов. У него вопроса больше ни одного не было. Он на все свои вопросы получил ответ. Он говорит, «Господи, я раскаиваюсь и каюсь в прахе и пепле. Я слышал о тебе краем уха». Хотя, читая о праведности Иова, думаешь, ну мне далеко до такой праведности. Такие отношения с Богом имеются. Столько Богу доверять, такую надежду иметь, даже потеряв все. Но он говорит, «Я слышал краем уха». Дорогие друзья, я пытаюсь нарисовать эту картину, какой трепет ходит человек, оказываясь в присутствии величия Бога. Какой трепет наполняет его сердце. И еще, что хотел сказать, что искаженное представление о Боге, это есть идолопоклонство. В Псалме 49-м, сама первость говорит, «Ты думал, что я такой же, как ты». Зачастую человек думает, что человек такой же, что Бог такой же, как человек. Если из Икилии читать, когда ему Бог явился во славе своей, он описывает, «Престол его подобно престолу, подобно пилающему огню, подобно солнцу». И все подобно, понимаете? Бог настолько силен и велик, что его даже не с чем сравнить. Мы ничего такого не знаем, с чем можно было сравнить. Мы только можем какое-то подобие уразуметь. Но наша внутренняя греховная натура, она всегда пытается нас, пытается Бога спустить на наш уровень. Помните, как он говорил, которые пытаются сделать подобие человека, идола в себе, изображения птиц или пресмыкающих. Идол – это не только, ну, в нашем понимании, идол – это, может быть, только преклонение колен перед каким-то видимым объектом. Но суть идолпоклонства – это мысли, недостойные Бога, недостойные Его. Это когда мы выдумываем что-то подобное Богу. Это называется идолпоклонство. Это очень огорчает Бога и Его. Исайя 66 главе 3 стихом мы читаем. Здесь автор описывает о том, тех, кто приносит множество жертв, пышные служения, все устроено, все есть, и он пишет аналогию, к чему он это уподобляет. Заколающий вола – то же, что убивающий человека, приносящий ангцу жертву – то же, что задушающий пса, приносящий смедал – то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фемиан – то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, душа их находит удовольствие в мерзостях их. Так я употреблю обольщение и наведу на них ужасные для них, потому что я звал и не был отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, избирали то, что не угодно мне. Хотя они строили храм, приносили жертву, пытались все сделать по закону, но Господь говорит, для меня это то же самое, что поклонение идолам. У них было свое представление о Боге, подобно Богу, но Господь говорит, я это не приемлю. Это настолько мерзко, это настолько неприемлемо. Друзья, как важно наши внутренние успехи, что происходит в нашем духе, как Бог оценивает нас. И последнее, что хотелось сказать, это о том, что мы читаем в Новом Завете. В Первом Послании к Оринфянам, в Шестой Голове, в 17-м стихом мы читаем, «Осоединяющийся с Господом есть один дух с Господом». И 19-й стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценой по всему прославляете Бога в телах ваших, в душах ваших, которые суть Божия». И, друзья, мы куплены дорогою ценой. И самое потрясающее в этом тексте то, что мы соедини одним духом с Господом. Мы один дух. Несмотря на величие Бога, на непостижимость Его создания на все эти масштабы вселенной, мы с Ним одним дух. Такой великий Бог, благодаря жертве Иисуса Христа, вошел в наше сердце, и Бог может жить внутри нас. Дорогие друзья, какое состояние должно быть нашего сердца, нашего духа, сокрушение, смирение, треперит перед Словом Его, чтобы нам действительно быть не долопоклонниками, а служить живому Богу. И мы читаем, «Вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьей». Дорогие друзья, имея такую близость с Богом, хотелось бы вместе с вами помолиться, поблагодарить за то, что за нас заплачена высокая цена, за то, что Бог может жить в нашем сердце, наполнять наше сердце, проверить свои внутренние состояния, не только свои внешние достижения, свои поступки, дела, но и свое внутреннее состояние, как Бог оценивает его. Это только путем сурового самоанализа мы можем точно знать, что в нашем сердце. И хотелось бы также в молитвах возвеличить Его святое имя за Его великую жертву через Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok